Человек настолько загубил себя неверием, злом, болью, что в конечном итоге потерял веру в свои силы, возможности самого себя. Но мы видим в ваших душах благие намерения, благие цели, однако они не осуществятся, если малейшие испытания, малейшая проблема смогут завладеть вашими эмоциями, жизненными силами и будут управлять вами, как захотят. Будьте осторожны! Главная защита – это доброта души, это всеобъемлющая любовь к людям, ко всему живому и, прежде всего, к Богу. Ваша вера спасет вас и тех, кто рядом, ваших близких и родных. Никогда не отчаивайтесь, из каждого трудного положения всегда найдется выход, и не один, и не два, а несколько. А из них вы должны выбрать самый светлый, самый незапятнанный, который не повредит окружающим людям, а потом уже вам. Главная ваша задача – никому не причинить зла, ни прямо, ни косвенно. Этим вы спасете себя. В вашей душе много сомнений, отбросьте их, они вам мешают. Не сомневайтесь в себе, иначе сомнения навсегда закроют дверь в кладовую у ваших сил. Верьте в себя, это поможет вам. Все материальное, что вас окружает, запомните, это иллюзия. Все это создано Богом для того, чтобы испытать вашу душу. Это лишь условия для жизни вашего материального тела. И все они вместе с телом однажды обратятся в прах. Вечно лишь ваша душа, а она останется с тем запасом, который вы накопили за свою жизнь. Так не потите же в грязь, не уроните себя в лице своем перед вашей совестью, вашей душой, вашим сердцем. И прежде чем судить других, разберитесь в себе. И вы поймете, что вам предстоит огромная работа, что додобиться совершенствования души. Душа ваша заключает в себе множество противоречий, множество достоинств и массу недостатков. Поэтому, прежде чем осуждать кого-то и винить, вините прежде всего себя. Все, что не творится на земле, все, видимо, Богом. Все сотворено им. И только Он может обсуждать свои творения. А вы живите так, чтобы потом никогда не раскаяться в содеянном. Помните, Бог с вами, и Он спасет вас. Благодарим вас. Аминь.